Я рад, что мы можем прийти в место, где есть хлеб. И я буду как раз говорить из книги, которая тоже говорит о хлебе, но хлеба однажды не стало. И этот хлеб начали искать в другом месте. Кто помнит, какая это книга? Хлеба не стало, город назывался Дом хлеба, и люди пошли за другим хлебом в другой город, где их с хлебом не встретили. Загадка. Наимень и Руф, абсолютно верно. Хлеба не стало. Почему не стало, мы сейчас поговорим. Город назывался Беттлхэм, на иврите Дом хлеба. И бывает так, что в Доме хлеба не стоит хлеба. И народ Божий вынужден идти искать хлеб на полях Моава. Но радует меня в этой истории всей, что когда вернулся в Дом хлеб, то вернулись люди. Ибо услышали, и они написано, что Бог посетил свой народ и дал им хлеб. Слава Господу, друзья. Примите сердечный привет из города Эшвелла, Норд-Каролайны. Так получилось, что я тут преподавал эти дни в библейской семинарии у вас. И я бы хотел кратко сегодня, чтобы мы порассуждали над Божьим Словом. Если у вас есть с собой Библии, брать не можно, запустить слайды. Мы будем говорить про родственника искупителя на основании книги Исфирь. Извиняюсь, Руф. Две книги у нас есть про женщину в Ветхом Завете. И одна из них герой, и вторая фактически герой. Когда вы открывали родословную Христа, может быть, Матфея 1 главу, вы могли удивляться, что там есть некоторые женщины. Женщины, которых обычно не вписывали в родословные еврейских генеалогий. Но Матфей это делает впервые, когда проводит линию ко Христу. Вторая особенность этой родословной, что там есть женщины, не совсем хороший пример, имеющий в жизни, по крайней мере, некоторые. Или, может быть, такие женщины сомнительного какого-то некоторого поведения. Ну, допустим, Раав, которая была блудницей, при этом она упоминается. И есть Руф, Мавитянка, и мы как раз о ней сегодня поговорим немножечко. Есть Версавия, скорее всего, Хитянка, скорее всего, не севрейского народа и так далее. Фомарь, там какие-то интересные движения с Иудой были. И ты понимаешь, что попасть они могли туда только по благодати Божией и по личной вере. И когда мы смотрим на историю Руф, Руф не могла бы попасть в родословную Божьего народа, если бы не один интересный закон, который есть в Пятикнижии Моисея. Мы, кстати, изучали в той неделе Пятикнижие со студентами, поэтому какая-то часть будет, может быть, для студентов знакома. Дело в том, что когда мы читаем Канегуров, это очень маленькая книга, всего лишь четыре главы. Мы знаем историю, когда голод в родной стране, люди уезжают в чужую страну, а мужчина, женщина, двое сыновей, сыновья женятся на мавитянках, и умирает весь мужской род в Моаве. Некоторые богословы даже допускают, что смерть была по причине такого брака, который был запрещен по закону. Ну, мы не знаем точно. В любом случае, Наимия решает, в конце концов, вернуться домой, она возвращается с двумя своими невестками, скажем так. Одна из них передумала, мы знаем, где-то на середине дороги вернулась обратно, но Руф приходит на территорию Израиля. И вот дальше она по праву вдовы, это уже вторая, третья глава идет, как вдова собирать еду по праву вдовы на поля. Так разрешено было делать. И случайно попадает в какое-то неизвестное поле, где ее очень хорошо приняли, очень много зерна, и далее она возвращается домой и говорит, слушай, Наимия, я нашла классное поле. Она говорит, ты молодец, Руф. На другие поля больше не ходи, ходи только сюда. Я знаю этого человека. И во второй главе звучит первый раз такая интересная фраза. Ибо этот человек наш родственник. Вся глава или вся книга из четырех глав имеет одну главную, особенную мысль, которую я сегодня покажу для вас с Божьей помощью, а именно книга не о браке, книга в первую очередь не о колосках, книга не о Моаве, книга даже не о Нуэмини, книга о родственнике, который приходит на помощь. И по праву вдовы Наимин советует ей в третьей главе, говорит, знаешь, не поискать ли тебе пристанище, моя дочь? И она предлагает странные, на наш взгляд, западному мышлению действия. Иди-ка на поля, там у них будет жатва, ночью там придешь. Обычно на Востоке, когда жатвы были охраняли, жатвы спали все на улицах, это нормальная практика. И попроси вот этого человека, которого ты там собирал озерно, попроси у него кое-что. Попроси, пусть он прострет крыло свое над тобой. Короче говоря, она предлагает что, как вы понимаете? Все наоборот, это еврейская Библия, не забывайте. Предлагает выйти замуж и жениться на нем. Возьми меня в жены по праву родственника. Конечно же, Воз все исследовал до этого, он говорит, мне рассказали, что ты сделала, как ты вернулась. Но, говорит, есть родственник ближе меня. Давай завтра мы пойдем, это официальная процедура. Если близкий родственник откажется тебя выкупить и взять в жены, то это сделаю я. Если вы смотрите на четвертую главу, это финал этой книги, это и есть процедура, когда что-то делается с родственниками, или между родственниками какие-то дела решаются. Так вот, друзья, этот обычай называется в Писании ливератный брак, или брак с близким родственником. Этот родственник на еврейском языке называется словом Гоэль. В этом слове есть даже имя Божие. Эль. Гоэль. Вот это слово постоянно употребляется в книге Руф. И не только в Руф, вы увидите в очень многих частях Писания. По закону Моисеева в обязанности этого родственника входило четыре простых действия. Вы знаете, это восток, там очень важный момент, когда у тебя, у родственника проблемы, ему надо помочь. Во-первых, ты должен был помочь, как вы видите, с долгов ему помочь вылезти. Это очень важная была процедура, не допускать унижения твоего родственника, брата, сестры. Во-вторых, заметьте, если семейное поле было проданное, его надо вернуть с помощью твоих денег твоему бедному родственнику. Еще серьезнее, даже отомстить за убийство члена семьи. Помните городовое бежище? Вот мститель, который бежал за убийцей, называется Гоэлем в Писании. Он должен был восстановить родственную справедливость. И четвертое самое интересное, если у умершего или у убитого оставалась жена, именно вот этот Гоэль должен был взять себе ее в жену, даже если у него своя жена есть. Первого ребенка, которого он родит от нее, этот ребенок будет носить не имя биологического отца, а имя умершего отца. И поле, которое он сейчас выкупит, он отдаст этому ребенку. Короче говоря, выгодно быть Гоэлем или нет? Еще в евреев, да? На Востоке. Конечно же нет. Это очень затратное дело. Поэтому, когда мы смотрим на Ваоза, Ваоз делает то, что откажется сделать родственник номер один. Почему родственник номер один в четвертой главе Руф откажется выкупить или помочь Руф? Это была официальная процедура при старейшина, при свидетелях. Может быть, она мавитянка. Может быть, потому что он понимает, у него есть своя семья. Он говорит, чтобы мне не разорить моего удела. Вот такая загадочная фраза. В любом случае, зачем мне эти проблемы? И единственный человек в этой книге, кратенько-маленькой книге, который не имеет имени, это именно этот родственник. Единственный персонаж без имени. В Библии, если нет имени, это уже негативная информация. Например, жена Лота. У него нет имени. Просто жена Лота, она есть Лот. У всех есть имена, кроме этого персонажа. И, кстати, он имел право отказаться. Он имел право. И давайте мы посмотрим, то, что он откажется, или то, что он не сделает, сделает именно в ООС. Вы можете дома сегодня прочитать про этот закон. Описаны две главы. Две 25-е главы в двух книгах пяти книжек. 25-е Леви, 25-е авторозаконие. Внимательно, детально все расписано, как эта процедура происходила. И вот давайте посмотрим на 4-ю главу и посмотрим, что именно в ООС становится тем родственником-искупителем, который, по сути, искупит Руф. Если мы придем к 4-й главе, то мы это увидим. Как вообще эта процедура происходила? Заметьте, в ООС пошел к воротам и сидел там. И вот идет мимо родственника, о котором говорил в ООС. И сказал ему, «ВООС, зайди сюда и сядь здесь». Он зашел и сел. И взял в ООС 10 человек. И старейший сказал, «Сядьте здесь». И они сели. И вот дальше, говорится там, в ООС рассказывает ситуацию. Первое, что мы видим в этой истории, должен быть кровный родственник умершего. Обязательно. Если такого не было, никто не мог бы помочь. Искали двоюродного, искали троюродного. Максимально надо найти хоть кого-то. Видите, это ж не просто, там ты сам порешал. Это все было официально. 10 человек приглашали. Старейшины, свидетели официально. «Купи здесь при старейшинах из народа моего». Четвертый стих. Я решил, говорит, в ООС довести информацию до тебя. Вот у нас есть вдова вернулась. Во-первых, он говорит о поле. Купи поле. Вот есть поле, хорошее поле. Выкупи его, умерший родственник. Надо было его заплатить в казну города. Это была процедура довольно интересная. Второе, заметьте, родственник должен был иметь желание и возможность выкупить. Если вы посмотрите на четвертый стих. «Если хочешь выкупить, выкупи. А если не хочешь, то что? Скажи мне. И я выкупю. Ибо я после тебя». То есть это не было преступлением. Ты мог отказаться помогать. Это не проблема. Поэтому у тебя должны быть и деньги, то есть ресурсы и возможности. Третье очень важное дело. Родственник должен быть готов взять жену умершего за себя. То, что мы уже говорили. И вот в шестом стихе он говорит, поле я бы взял, жену не хочу. Мы не знаем, почему. Допустим, она мавитянка. Допустим, это все равно молодая женщина. Скорее всего будет ребенок. Скорее всего придется поле этому ребенку отдать. Э, зачем мне эти траты? То есть фактически Гоэль, друзья, это много чего потратить своего. И поэтому четвертый момент, последний, когда родственник отказывался, близкий родственник, с его ноги снимали сандаль. Сандаль снимали, и он шел домой в одном сапоге. Или сандалия. И с этого момента этот дом назывался дом Разутова. Дом, который разул вдову. Дом, который отказался помочь. Дом, который не пришел на помощь. Родственник, который слишком был эгоистом. И все для себя. Да, он имел право. Никто не мог его в тюрьму за это посадить. Но этот дом в истории, в улице, в истории села, в истории города был как дом Разутова. Это было стыдно, это было бесчестье в какой-то момент. И вот когда мы смотрим на всю эту историю, мы понимаем, что это непростая история. Когда мы смотрим более широко на библейское повествование, вы удивитесь, но Бог сам называется именно этим словом, еврите, Гоэлем, или родственником, искупителем для своего народа израильского. Вообще в Писании интересные моменты есть. Это не просто история, это нарратив богословский. Евреи недаром говорят, если Бог что-то учит, Он рассказывает историю. Если Бог что-то хочет нам богословское передать, Он не формулирует сложную теорию или, не знаю, там формулы выводит, Он рассказывает историю. Бог любит истории. Поэтому интересно читать Библию и ее понимать. Чем более несчастный человек в мире, тем очевиднее, что Бог придет ему на помощь. Скажем, Бог называется родственником Гоэлем для сирот, для вдов. Бог говорит, не пересовывай их границы на полях, ибо их Гоэль, там стоит это слово, Он все знает, Он придет. Когда они позовут, родственник подойдет и будет за них бороться. Имей в виду. То есть, чем слабее человек в Писании, тем более вероятность, что Бог придет ему на помощь. Давайте посмотрим на эту историю более подробнее. Что дает нам такое понимание, что Бог представлен в Писании как родственник, искупитель всего Израиля. Во-первых, Бог и Израиль реально кровные родственники. Смотрите, что написано в Исаии, это очень знаменитая часть Писания, мессианская часть Писания в конце книги пророка Исаия, много глав, вот так называемом страдающем рабе. Только Ты, Отец наш, ибо Авраам нас не узнает, и Израиль нас, ну, тоже не узнает, или не знает, или не узнает. Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое, искупитель наш. В оригинале стоит слово Гоэль, наш. Да, через Авраама Бог соединяется интересными, почти родственными, дружескими отношениями, когда он решает навсегда взять его себе, как некого ребенка, которого он ведет, направляет и благословляет. И пророк Исаия говорит, ну, а сколько Авраам мог узнать своих потомков вперед? Ну, может, два, может, три, четыре, ну, а дальше? Авраам, говорит, не узнает. Израиль, это имя Иакова, то же самое, только ты наш Отец, потому что ты искупил нас. Итак, Бог и Израиль представлены, это один из текстов, как родственники. Во-вторых, если мы увидим дальше, Бог имеет желание и возможность выкупить Израиль. Внимательно посмотрим на историю событий Исход, вы увидите постоянно одно и то же слово, в оригинале Гоэль, потому что Израиль попадает в беду. Египетское рабство представлено как тотальная проблема для евреев. И Библия говорит, Израиль взывал, рыдал, и Бог говорит, я услышал его плач, и иду ему помочь. Вот, например, Исход 15 глава, ты ведешь народ свой, ты ведешь милостью твоей народ, которые ты избавил, сопровождаешь силой своей к жилищу святыни, свои слова. Избавил, это и есть Гоэль. Ты явился как человек, который приходит, когда родственник не может себе помочь. Вот когда являлся в этот Гоэль, он приходил в моменты жизни, когда никто, или ты сам себе никаким образом не можешь помочь. Вот что было бы у Руфи, если бы не закон, который я помогал еще от наумений и от ее народа. Что было бы у Израиля в Египте, если бы не родственник, который придет с силою, с мощью и спасет, и скупит, вырвет. Ничего. Но Бог есть хороший родственник, правда? Он не позволит, чтобы с его ноги сняли сандаль. В-третьих, у Бога, конечно же, было по правилам и желание, и возможность выкупить. Заметьте, когда мы смотрим на историю 15 главы, скажи, говорит эксплуатационным Израилем, я вас выведу из-под Ермая и Египта, и я вас вызваю, избавлю вас от рабства и спасу вас мышцею, простертою и судами великими. И у Бога было много сил, и эта сила продолжается у Него сегодня. Израиль как раз был тем родственником, фактически, это центральная тема книги Ветхого Завета и не только книги Исход, Пасха, пасхальные события, друзья, единственное событие, которое раскрывает Бога, как Бога Яхва, с новым именем, это уникальнейшее событие, которое до сего дня у евреев самое главное по богословию, что с этого события, даже календарь начинается в книге Исход. Пусть этот месяц будет первым. Я приду, я спасу, я вырву вас, я не оставлю вас в Египте, я слышу ваш плач и ваши слезы. И приходит, конечно же, Моисей и выводит Израиль из Египта. Понятное дело, что Бог не допустит, чтобы это все было запущено. И, друзья, смотрите, полностью по этой схеме Бог не просто выводит, Бог не просто спасает, Бог соединяется с Израилем после Исхода особенными узами. очень интересно наблюдать по закону Моисея о ливератном браке, о браке с близким родственником. Всегда тот, кого ты искупал, ты с ним вступал в брак. Ты не мог выкупить и не вступить в брак. Или ты берешь и выкупаешь, или ты не выкупаешь и не берешь в брак. Это очень важная идея уже была сформирована в самом Пятикнижии. И вот, заметьте, впервые в Исаии Господь не просто называется Саваофом, Он называется супругом Израиля. Ибо твой Творец есть супруг, муж, человек украинский, да? Господь Саваоф, имя Ему, и дальше то же самое слово в регионах, ибо Гоэль твой, ибо Искупитель твой, Святой Израилев, Богом всей земли назовется Он. Он не только Творец, Он не только Искупитель, Он не только Саваоф, Он супруг твой. Как вы это понимаете? Это не просто узб. Вот почему так Бог ревнует, когда Израиль видал лес. Помните Оси, эту историю, она как блудная жена, уходит, Он идет за ней, Он ее моет, чистит, возвращает, и показывает величайшую любовь. Я ревнивый муж, но я очень любящий муж, и я буду бороться за наши отношения. Даже когда ты уходишь, я не уйду от тебя. И понятное дело, что Бог не допустит стыда для себя, что тот, которого Он спас или искупил, где-то ходит себе по земле, и ему все равно Бог не допустит, чтобы с Него ноги, образно говоря, сняли сандаль. Ну, давайте пойдем дальше. Финал этой истории для меня, он самый важный. Христос в Писании или в истории Нового Завета представлен как родственник и искупитель для всей церкви. Если Ваос представлен как искупитель для Руф, если Бог Отец представлен как искупитель для Израиля, Христос представлен искупителем церкви. И это очень важная вещь, потому что Ваос еврей, но он соглашается вступить в брак с язычницей. Он соглашается, он не гнушается, не стыдится этого и дает возможность соединиться с Руфой. Именно эта пара будет в родословной Иисуса, чтобы показать, что во Христе уже нет иудея, варвара и скифа, даже мужчины и женщины, все во всем Христос. Это важнейшая часть для понимания, зачем Матфей вставляет такие неблагородных женщин в историю своих, в истории Мессии, не более, не менее. Давайте посмотрим на эти моменты. Во-первых, Христос становится нашим родственником через воплощение. Когда вы посмотрите на послание евреям, вы должны понимать вообще в целом, что выкупить не мог ни родственник. Еще раз повторим, Левит 25 глава, один из братьев выкупит его. Все, брат, брат и только брат. Родственная связь. Когда Христос воплощается, Писание, послание евреям, вторая глава, это описание Христового или причин, почему Христос принимает тело. Первая глава описание его божественности, вторая глава его телесности. И автор нам объясняет, зачем Христос воплощается. Он цитирует здесь несколько псалмов и говорит, ибо освящаемый и освящающий все от единого, поэтому он, это о Христе говорится, не стыдится называть их, это нас всех с вами, кем? Братьями. Говоря, вот я или возвещу имя твое братьям моим, которые, буквально там даже упоминается впервые слово церковь, хотя это псалтыр цитирует, среди церкви воспою тебя. Чуть ниже он цитирует пророка Исаии и говорит, вот я, то есть Христос и дети, которых ты мне дал. Другими словами, Христос называет, что он опускается к нам, принимает плоть и кровь и становится кем для нас? Такими, как мы. Он становится братом, отцом или родственником. Чуть ниже он говорит конкретно, а что дети причастны к плоти и крови, раз мы его дети, то и он принял оное. Для чего? Дабы смертью лишить кого? Имейте, очень интересное слово. Имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить. Очень важное слово, это эквивалент в греческом языке слову искупить, избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены игу рабства. Зачем Христос воплощается, братья и сестры? Чтобы мы праздновали Крисмос, чтобы у нас было классное блюдо на столе, чтобы мы имели классную работу и все, или может быть не знаю, хороший характер, чтобы избавить нас от власти тьмы. Он пришел в наш Египет, он стает нашим родственникам, он по виду стал, как человек написано, он не стыдится называться, заметьте, интересное слово стоит, называть нас своими братьями, а мог бы постыдиться, как и его осп мог бы постыдиться Руфи. Первый почему-то отказался выгибить эту несчастную вдову из Маава, но он не постыдился, слава Иисусу, он не постыдился и не постыдится называть их братьями, воплощение ради спасения. Второе, заметьте, Христос имел и желание и возможность нас искупить, помните, ты не мог искупить, если бы не было возможности или даже желания, заметьте, что он говорит, я, говорит, имею жизнь, имею власть, жизнь отдать или жизнь забрать, никто у меня ее не забирает силой, я сам отдаю ее, потому меня отец любит, я отдаю, я решил отдать себя для них. Вот, что делает ВОЗ, у него все есть, заметьте, как и у Христа, он обеспеченный богатейший человек, кстати, он был очень немолодой уже, он, Руфи скажет, я благодарю тебя, что ты не пошла искать молодых, ты ко мне пришла, за это, говорит он, очень интересную пророческую фразу, тебе будет от него полная награда, полная награда, ты ищешь ни на перспективных, ни на более модных, красивых, ты понимаешь, кто я, ты понимаешь наш закон, ты приняла моего Бога, за это тебе будет полная награда, я возьму тебя, если откажется другой, я приму, и Библия говорит, вот у нас есть другой ВОЗ, который говорит, я сам решил это сделать, никто меня не посылал, во-вторых, у него была возможность и ресурсы для этого, апостол Петр говорит, знаете, что мы были искуплены, искуплены от суетной жизни, преданной нам от отцов, не серебром или золотом, но драгоценной кровью, чистого непорочного агнца, слава Господу, друзья, мы были искуплены, если бы помогло золото, если бы можно было решить проблему греха, серебром, поверьте, Бог бы засыпал им мир, но вы были искуплены, замените, от чего мы, друзья, искуплены, парадокс, во-первых, от даже от суеты, вы были искуплены от суетной жизни, представляете, от этого надо выкупать людей, вырывать, они не знают, ради чего они живут, поговорите сегодня, ради чего они живут, ради внуков, а внуки ради внуков, ради детей, ради карьер, ради страны живу, разве это может тебя удовлетворять, мы были искуплены, а эта суетная жизнь, она была и у отцов, и у дедов, и приходит кровь Христа, которая вырывает нас даже от бесполезной суетной жизни, в одну из категорий людей написано, Бог погубил их дни в суете, есть такая казнь от Бога, погубить дни в суете, но Бог нас спас от суеты, Он дал нам четкое направление, ради чего жить, куда жить, в какую сторону жить, как детей воспитывать, как карьеру строить, как деньги тратить, от этого надо было выкупать, интересный момент, когда мы читаем про другие тексты, Павел говорит, он нас искупил от проклятия закона в Галатам, Павел говорит, что он нас искупил от смерти и от ада, цитируя пророка Осию, который говорил, смерть, где твоя победа, где ад твое жало, и там и написано, из рук ада я искуплю тебя, цитируется пророк Осия, 13 глава, я искуплю тебя оттуда, другими словами, друзья, у Христа было достаточно ресурсов, мы сегодня утром говорили о жертве Христа, это было такого рода жертва, что никакой банк не может вам только кредит дать, чтобы вы себе могли себе это позволить, это принимается только даром, понимаете, милость, это, это когда мы получаем или не получаем то, что заслужили, но благодать, это когда мы получаем то, чего не заслужили даже, так вот, нам не только милость явлена в этом сцене, нам дарована благодать, а с ним даровано все, представляете или нет, все, что нам для жизни надо, с ним даровано, не в аренду дали, не продали на 20%, нам даровано все, а он заплатил, чтобы нам даровано, Руф, тебе уже не надо колоски собирать, твое поле уже, уже имущество Ваоза тоже твое, представляешь, ты колосочки собираешь, ты пришла где-то в фартушок на, а Господь приготовил тебе поле, целое поле в твою собственность, а Ваоза сделает твоим мужем, почему, потому что ты сказала, твой Бог будет моим Богом, вот, друзья, что спрятано в этом Боге, в третье, когда, конечно же, Христос нас искупил, он не просто искупил, как по принципам левератного брака, он вступил с нами в брак, апостол Павел очень важную мысль выводит, он говорит, я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою, впервые Павел говорит, что вы, как церковь, обручены, вы не свои уже, когда руф выкупали, она переставала быть сама по себе, она уже чья-то, никогда, говорит Петр, не народ, ныне народ Божий, люди собственности Божьей, уже не я живу, и не для себя живем и умираем, но всегда Господни, о чем это, друзья, когда я слышу фразы надо для себя пожить, потом где-то для Бога уже начнем жить, друзья, вы Евангелие читаете, мы не для себя, даже умираем уже, не то, что живем не для себя, мы искуплены, чтобы мы уже не для себя жили написано, но для искупившего и призвавшего и в чудный свой свет, слава Иисусу, нас искупили для цели, для более высокой цели, руф тебе будет, у тебя статус поменяется, ты уже не будешь брошенная вдова, ты будешь жена вооза, знатного человека, который при воротах сидит, со старейшинами, заметьте, что Павел говорит, вы обручены, еврейский брак, друзья, был с двух частей, с обручения и брачного пира, иногда между ними могло пройти несколько лет, до двух лет обычно, мужчина приезжал молодой в дом, он прилагал кусочек золота для девушки и говорил, сохрани это, пока я вернусь, кусочек золота, он уезжал домой, обычно строить дом для будущей семьи, обычно это был второй этаж над домом отца, так делали на востоке, он не предупреждал, когда он вернется, но девушка должна была готовить платье в этот момент, будучи в любом переедет, встретить его, когда он возвращался, перед ним бежали его друзья, которые кричали, расступитесь, идет жених, он приходил домой и просил эту девушку показать кусочек золота, который он ее оставлял, если она показывала, он брал ее в дом отца, где была вторая часть брака, брачный пир, ничего не напоминает вам, оставляю вам Духа Святого, потом иду, приготовлю места, потом приду, заберу вас, чтобы там, где я, были и вы, отныне уже не буду пить от этого плода, доколе не буду пить в царстве моего отца. Друзья, когда мы смотрим на эту историю, мы понимаем, что апостол Павел недаром, уча в конце послания, которое посвящено не браку, а церкви, Ефесянам говорит, мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы представить ее себе славную церковью. Не трогайте церковь, это его церковь, это не наша церковь, это не церковь, не знаю, Александра Шевченко или даже Богдана Бондаренко, это Христова церковь, слава Иисусу, что она Христова, правда? Она не человеческая, ее нельзя разрушить, уничтожить, ее сажали, полили, топили, музеи оставляли, но церковь не создана людьми, ее невозможно разрушить, она Христова, она славная и непорочная Дева. Представить себе, заметьте, и дальше он говорит интересную вещь, поэтому оставит муж, помните эту фразу в конце, поэтому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к своей жене и будут двое одна плоть. И парадокс, вывод Павла, братья говорят, да это тайна и она великая, я говорю в этот момент по отношению к Христу и к церкви, это не просто про мужа и жену, они в брачных отношениях, он ее искупил и соединился с ней навсегда, невозможно разорвать обратно, невозможно без боли для кого-то, без ран для кого-то, поэтому друзья, мы сегодня имеем родственника, и когда-то наш мир закончится очень радостно, когда небо будет петь, небо будет радоваться, Писание говорит, будем радоваться и веселиться, и воздадим ему славу, ибо наступил вторая часть брака, брак Агнца, и жена его приготовила себе, слава Христа. Друзья мои, мы будем сейчас молиться, я бы хотел, чтобы мы сегодня еще раз подумали об этом великом родственнике, который нам с вами дарован. Это не просто история Ваоза, это не просто история перед сном, чтобы ваши дети хорошо спали, это история искупления моего и вашего в наш Египет, в наши проблемы, в наши судьбы, поломанные, искалеченные, явился наш родственник Искупитель. Он стал нашим человеком, называемый Христос, говорит Писание. Нету другого, понимаете, есть один человек, называемый Христос. Не дай мы его называли Сын Человеческий. Он мог бы говорить, называйте меня только Сын Божественный, не называйте меня так, это унижает меня, я вообще-то с небес пришел. голоса его не слышали, мягкий, кроткий, такой непонятный какой-то царь, но он пришел как мы с вами, новый Адам, новый Ваос, новый Искупитель, потому что он понимал, я принес вам не деньги, я принес вам себя, я заплачу собой, я настолько вас люблю, я настолько, я хороший муж, который себя отдает, мужья, любите своих жен, как Христос, который отдал себя за нее. Вот идеал, друзья, для наших семей, вот идеал богословский, богословский эврес, наверное, он не просто подразнил и ушел, он отдал до конца себя за нас, слава ему за это. Может быть, сегодня среди нас люди, которые думают, что они оставленные или брошенные, что точно не они, Господь заботится, что вот точно Богу все равно на меня, вот у меня точно вот это, это не мой случай, вот у их, да, вот, ну а я, наверное, так думала Руф, может быть, так думала и Орфа, потом она и развернулась и ушла. Представьте себе, что могло быть у Орфы, но почему-то Библия называет только книгу Руф, в родословной Христа и столько Руф, одно решение не пойти до конца столько потеряла. Мы не знаем, где ее судьба закончилась, но она могла бы тоже. По-любому в Израиле был бы муж, который ее взял бы замуж по праву родственника, но Орфа вернулась, вернулась, потому что, ну может быть, думала, что вот для таких, как она лучше вот здесь. Сегодня Господь приглашает нас стать Его невестой, стать Его церковью, стать частью народа Божьего. Он для этого с неба сошел. Мы сейчас будем молиться, если все равно здесь люди, которые никогда не каялись, или вы хотите, или может быть, сегодня вы осознаете, что вы недостойно себя ведете невестой Христа. Писание говорит, будьте непорочной девой. Не тратьте себя, вы не свои. Девушка, которая обрученная, она уже понимает, она не может быть в любом месте, который захочет. Она не может быть с любыми пацанами, которые приглашают где-то там на кофе ехать. Она уже не своя. Она уже чья-то, чья-то собственность. Кто-то готовится к браку, кто-то готовит костюм или платье уже заказывает. Она не своя. Друзья, мы не свои, мы ценные, настолько ценные, что жизнь была заплачена за нас, чтобы вырвать нас с нашего Египта. Бог пришел с великой силой и славой в наши судьбы и сегодня желает, чтобы каждый из нас осознал, прославил его за это и поклонил своими. Пусть Богу будет слава. Аминь. Давайте помолимся. О, Иисус! Аллилуйя! Аллилуйя! О, Дух Святой! Мы поклоняемся, Господь! Ты чудный Бог! Ты так дивно устроил наше спасение, Господи! О, Ребиде, кол фаламитес, авва отче! Авва отче! Аллилуйя! Ребидес! Кол ламидес! Аллилуйя! Рема да гейдес! Аллилуйя! Дух Святой! Аллилуйя, Господи! Помоги сегодня оценить Твой дар во имя Иисуса, Господи! Прикоснись сегодня к поломанным сердцам. Господи, прикоснись к униженным, может быть, побитым жизнью сердцам и покажи им. Ты пришел и для них. Ты, Господи, стал сыном человеческим для всех людей. Ты возлюбил так мир, что отдал себя. Господи, коснись сегодня прямо в этом собрании Святым Духом, всем, кому нужно утешение. Господи, даруй это понимание, что мы чьи-то, мы не сами по себе. Ты заботишься, ты питаешь, ты переживаешь, ты любишь, ты ценишь, и ты вернешься за невестой, Господи, чтобы там, где ты, однажды были все мы, там в доме Отца, Господи, там, где есть новое вино, там, где есть слава ангелов, там, где есть вечность, Господи, без слез и боли. Мы поклоняемся, Господи, мы прославляем Тебя за это. Ты достоин, ты достоин, на веки веков славы, Отец и Дух Святой. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok